МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мясо возмущено уничтожением дерева. Пошли на таран. Южноуралец сбил табун лошадей. Оправдан. Уральский егерь, за судьбой которого следила вся страна, вышел из зала суда налегке. Его освободили от наказания. Напомню, Хтиандр Шарипов самостоятельно отремонтировал дорогу, которая ведет к охотничьему хозяйству. И в итоге стал фигурантом дела. Его признали виновным в порче плодородных земель. Несколько лет назад мужчина начал работать в охотхозяйстве как лан. Это одно из самых популярных мест отдыха у рыбаков и любителей пострелять. Вот только добраться до него было трудно. Путь проходил через болото. Шарипов решил сделать дорогу, пригодную для проезда. Однако инициатива обернулась штрафом. Дорога находится на границе Курганской и Челябинской областей. И специалисты соседнего Россельхознадзора подали на мужчину в суд. Якобы тот нарушил закон. В итоге по решению Фемиды, Хтиандр Шарипов был обязан восстановить нарушенные отсыпкой дороги чернозем. Возместить государству причиненный вред окружающей среде. Это 2,5 миллиона рублей. Но в итоге мужчину освободили от наказания. Я только рад. Спасибо областному суду, что правильно поняли нашу позицию. И я думаю, что дорогу мы убирать не будем. Так же народ будет действовать и работать и отходить. Жизница Златоуста судится с бывшим работодателем. Женщина заявляет, как только экс-директор узнал о ее беременности, тут же попытался от нее избавиться. А когда предлагал уволиться, и вовсе дал пощечину. Ударил меня по щеке, я ударилась правой щекой уже под оконник. Однако бывший работодатель эту информацию опровергает. Не было смысла ни бить ее там. И три года я ее не бил, а тут в последний день я просто взял и наделал. И видел, что она пишет в какой-то бумаге. На работе надо работать, потому что это не надо. Просто так, в наших маленьких уроках, деньги они не зарабатываются. И приходится очень много работать. Подошел, вырвал мне эту бумажку, отбросил ее на окно. Сегодня он тяжело. Женщина также добавляет. Экс-директор ее даже не отпускал на медосмотр. Меня не отпускали. Проходить врачи, хотя бы все островки, хотя бы все оконы положены. Проходить конкурент, которые мне начали гнобить. И заставляли подписать заявление по собственному желанию. Я отказалась. Тогда сказали, что все равно тебя в воле. Какого ты юриста наймешь, что свои гроши, как мне сказать, зарплату, тебе копейки. С этим мужчина тоже не согласен. В итоге судья обязал экс-директора восстановить женщину на работе. И выплатить ей задержанную заработную плату. Плюс пособие, пока она в декрете. В конце заседания бывший руководитель опять же не согласился с нанесением побоев. Несмотря на то, что у женщины есть справки от травматолога и судмедэксперта. Она намерена подавать апелляцию в областной суд. Подвел навигатор. Водитель большегруза угодил в снежную ловушку. Мужчина ехал из Казахстана, вкатав Ивановс за партией семечек. Но на скользкой трассе его машину занесло в сугроб. Я из Казахстана заблудился. Чуть-чуть навигатор неправильно вывел. Вот так случилось. Ну дорогу-то ты не знал, да? Дорогу не знал. Навигатор вот сюда привел меня. Вот тут вот гололез. Ну понятно. Скинул у меня. Ну и как ты сейчас будешь выбираться отсюда? Ну не знаю. Сейчас будет трактор, приедет. Местные жители рассказывают и услышали сильный грохот. Около двух часов ночи. У нас сегодня ночью произошел инцидент. Кура к нам приехала сюда ночью. Скользко, не посыпано. Часа в два ночи раздался шум. Вышел вот, смотрю, стоит. На место приехал трактор, вытащил моготоник. Водитель продолжил свой путь. Продолжаем дорожную тему. Водитель легковушки протаранил табун лошадей. Одно животное погибло. Подробнее расскажет Константин Гришенков. Авария в районе Ленинградского моста. Это кадры с видеорегистратора. Водитель легковушки перестраивается из одной полосы в другую. Не снижая скорости, пролетает мост и врезается в грузовик. От удара у легковушки лопается лобовое стекло. Многотоник от столкновения отъехал вперед. Магнитогорск. По дороге едут легковушки. Водитель одной из них даже не замечает, что у его авто отвалилось колесо. По словам очевидцев, так водитель проехал около 500 метров. Это видео снято в районе горнолыжного курорта Банная. На кадры регистратора попал табун лошадей. Вот из темноты выбегают лошади и перебегают дорогу. Автолюбитель не успевает затормозить и в итоге идет на таран. Одна лошадь погибла мгновенно, вторая травмировалась и не могла встать. Известно, что в машине находилась семья с детьми. Они отделались испугом. И снова Челябинск. В одном из дворов по улице Бейвеля загорелась иномарка. По предварительным данным, припаркованное авто вспыхнуло из-за замыкания электропроводки. На месте работали 4 человека. Несмотря на то, что огонь потушили за считанные минуты, легковушка полностью выгорела. ДТП в районе университетской набережной. Здесь одна легковушка не пропустила другую при повороте налево. По словам очевидцев, удар был такой силы, что переднюю часть машины разнесло. В одной из машин зажало человека. Константин Гришенков, ОТВ. Активные поиски судна «Восток» в Японском море прекращены. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта. Моряки судна считаются пропавшими без вести. Напомню, трагедия в Японском море произошла 25 января. Судно следовало из Кореи в порт Сахалинской области. Но сработал аварийный радиобуй, который передает сигнал о бедствии. И судно пропало с радаров. Пропавшими без вести числятся 20 человек. Среди них два уральца. Второй помощник капитана. Челябинец, 56-летний Евгений Райчектаев. И повар уроженец Екатеринбурга Геннадий Пирогов. Искали экипаж, что 8 человек обследовали свыше 11 тысяч километров акватории. Были обнаружены два спасательных жилета, два спасательных круга. Но их поднять на борт не удалось. Из-за штормовой погоды. После подняли два пустых надувных плота. Жители МИАСа возмутились варварским сносом дерева. Горожане заметили, как в поселке Динамо неизвестные ломают сосну экскаватором. Уничтожение хвойного сняли на видео. Ну такой пес же вообще. Рабочие сперва открывают нижние ветки, а затем ломают верхушку. Мэрии объясняют, разрешение на снос дерева есть. Убрать его попросили местные жители. Оно угрожало линиям электропередач. Так что работы законны. Да, они подогнали экскаватор, очистили нижние ветви, чтобы не попало дерево на проезжую часть. Вот это с одной стороны тоже понять можно, да? Ну и потом надо было аккуратно взять, спилить его. И весь вопрос решенный. Но так как они поступили, они так, как считают нужным. Мы им здесь ни запретить не можем, ни указать на то, как это дерево убирать или сносить. Тем временем в Коркино открыли новый изолятор временного содержания. Помещение может одновременно принимать 50 преступников. Старый барак был построен 60 лет назад и не отвечал современным требованиям. Новое четырехэтажное здание оснащено сигнализацией кнопкой вызова охраны. По периметру установлены видеокамеры. Есть зона приема задержанных, комната свиданий, медосмотры и процедурная. Помещение дежурной смены, душевые кабинки. Всего 17 камер. Строительство началось с января 2016 года. Оно осуществлялось в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. То есть это были выделенные федеральные средства на строительство данного объекта. Для сотрудников оборудовали помещение для отдыха, психологической разгрузки. Спецкабинеты для следователей. Подобные объекты скоро откроют в Октябрьском, Катафывановском, Кунашакском и Варнинском районах. Внимание, поиск! Волонтеры и полицейские разыскивают жительницу села Мяцкая. 50-летняя Наталья Бельц ушла из дома на кладбище навестить могилы близких. Возвращаться обратно собиралась по лесной дороге. Следы ее теряются недалеко от магистрали Челябинск-Курга. По словам родственников, при себе у женщины не было ни денег, ни телефона. Приметы пропавшей голубые глаза, волосы пепельного цвета, пирсинг в носу. Была одета в зеленую куртку и брюки. Если вы видели эту женщину, позвоните по телефону, указанному на экране. Тем временем волонтеры разыскивают еще одну женщину, 30-летнюю жительницу Магнитогорской Елену Юсупову. Она ушла из дома по проспекту Карла Маркса еще 2 января и больше о ней ничего не известно. У Елены рост 162 сантиметра, волосы черного цвета до плеч, глаза зеленого цвета, шрам на левой щеке. Была одета в пуховик зеленого цвета сапушкой, синие брюки, белые сапоги. Все, кто знает, где находится эта женщина, просьба позвонить по телефону, который вы также видите на своих экранах. На этом у меня все. Эфир продолжает новый выпуск программы «Есть вопрос». Председатель избирательной комиссии региона Сергей Абертас расскажет о том, как выбрать удобный участок для голосования. Не пропустите, будет интересно.